В эфире главные новости Екатеринбурга. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наказание как преступление заключенной женской колонии Краснотуринска рассказали о пытках за решеткой. Почему женщины долго молчали, а теперь решили признаться. Пить или не пить перед трудным выбором поставили свердловских сельчан, что обещают тем, кто откажется от пагубной привычки. С вещами на выход. Хостелы в жилых домах запретили. Кому мешают мини-гостиницы и куда теперь податься гостям? И как попасть в Академию наук через остановку? Скандал в Екатеринбурге с известным ученым. Разберемся в подробностях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не колония, а концлагерь. Это цитата узниц ИК-16, расположенной в Краснотуринске. Бывшие заключенные сами вышли на общественников, чтобы рассказать об издевательствах за колючкой. Пытки, по признанию женщин, изощренные. Например, им запрещают сидеть и лежать, заставляя стоять по 16 часов. В ГУФСИН призывают не верить душераздирающим историям. Отзиратели предоставляют факты и выписки из личных дел. Мол, все, кто недоволен, рецидивистки. И обещают собственную проверку. С теми, кто освободился и выступил за свободу слова, встретилась Мария Новикова. Идет, поворачивается и говорит, ну что, псины, добро пожаловать в ад. Вот так вот нам было сказано. О жизни в аду за колючей проволокой Лариса решилась поведать только через два года после освобождения. Бывшие заключенные 16-й колонии рассказывают, через что им пришлось пройти. Говорят, уже с порога они поняли, что срок будет мучительно долгим. Когда приехала в колонию, нас закрыли в карантине. Нам пришла начальник отряда Чарикова Ольга Ивановна. Это у вас, Ольга Ивановна. И говорит нам, чтобы сходить в туалет, вы должны заслужить, как собаки, понимаете. Мы должны заслужить просто выйти в туалет. Чтобы присесть, мы должны это заслужить. Чтобы попить, мы должны заслужить. Мы приехали, там нам не давали ни есть, ни пить сутки. Мы там были просто голодны. По словам бывших узниц, работать им приходилось по несколько часов и в любую погоду. Женщины таскали мешки с навозом и железные трубы. Возвращаться в камеры до обеда запрещалось. Но и там отдохнуть не получалось. Сиделец частенько отправляли на пожар. Включая вот эту сирену, ты бежишь, скручиваешь вот эти вот свои, как мы их назвали, рулетики, матрасы эти скручиваешь. Со второго этажа на табурет ставишь, ложишь на свой табурет. Со второго этажа, без разницы, одной по голове, другой по голове этим тяжелым табуретом, третий по голове, четвертая упала, там вообще с лестниц улетела. То есть вы все хором бежите с лестниц? Наказание для недовольных – штрафной изолятор, где женщины сутками стояли на одном месте. Воду им давали лишь для питья. Один стакан в день, вспоминают осужденные. На гигиену ее не хватало. У нас есть видео, показания девочки, одной, которая рассказывает именно про этот период. И она, глядя нам в лицо, говорит, что она подмывалась горячим чаем, который давали в обед. У ней были критические дни, и ей приходилось горячим чаем просто вот такую процедуру гигиеническую проводить, потому что не было воды. И, говорит, уже было невозможно терпеть. Между тем, женская колония под Краснотуринском во многом считается образцово-показательной. Каждый праздник заключенные превращают в яркое действо. Только это смех сквозь слезы, уверяет узница. Любое мероприятие – это все под видеокамеру. Девочки, улыбайтесь, больше эмоций, больше эмоций. А мы уж, мы уставшие, как лошади, нам бы поспать. Нам бы просто посидеть, отдохнуть. Нет, у нас мероприятие, все по плану. Попробуйте, только не выйдите. Только попробуйте, не выйдите. Побежим с пожаром. Ну вот, что-нибудь, да. Однако в службе исполнения наказания эти разоблачения называют ложью. Мол, бывшие подопечные пытаются очернить работников зоны. Но их слова легко проверить. Для общественников дверь всегда открыта. А осужденные всегда имеют право пожаловаться в надзорные органы. Они могут, да, пожаловаться в прокуратуру. Могут написать письмо и нецензурируемое. Могут отправить в Москву, в прокуратуру, в ЕСПЧ. Понимаете? И, во-вторых, самое главное – у них есть возможность. Мы это знаем, это были случаи. В каждом учреждении есть телефоны, мобильные, городские телефоны всех правозащитных организаций. Не дожидаясь массовых жалоб, прокуратура уже начала в колонии проверку. Ведь кое-что раньше находили. Выявлялись нарушения порядка отбытия наказания, касаемые вещевого удовольствия, нарушения трудовых прав осужденных, касаемые какого-то материального обеспечения. Однако каких-либо, так скажем, нарушений именно порядка отбытия наказания не выявлялись ранее. Если подтвердятся факты истязаний, в отношении сотрудников возбудят дела, и они могут оказаться на месте заключенных. Мария Новикова, Сергей Лысак. Главная новость Екатеринбурга. Сухой закон по праздникам и трезвые, но веселые старты. В Свердловской области прошел конкурс на самое непьющее село. За победу боролись шесть населенных пунктов, которые дали за рок себе и жюри не употреблять алкоголь. Успехи сельчан оценивали чиновники, церковь и врачи, устроившие внезапный медосмотр. Они должны были провести просветительские мероприятия, рассказать о преимуществах трезвого образа жизни. Они обязательно должны были разработать плакаты. Было обследование врачей-наркологов. Они выезжали в территорию. И мы совместно с Министерством образования, социальной политики и Министерство культуры курировали этот процесс. В этом году самым трезвым был признан поселок Уфимский. В конкурсе он участвовал впервые, но с зеленым змеем борется давно. Так на праздники и встречи в местный клуб пускают только со свежей головой и чистой кровью. Пить в селе не модно, по крайней мере так указано на агитационных плакатах. Теперь жители собираются купить спортивный инвентарь, чтобы добавить к здоровому духу и здоровое тело. На это потратят премию за победу в конкурсе. Организаторы надеются, что к примеру Уфимского последуют и другие населенные пункты. Пока же в общероссийском рейтинге трезвости Свердловская область занимает 38 место. Ну давайте на трезвую голову обсудим с вами эту тему. Как много и как часто вы выпиваете? Какие напитки предпочитаете? Мы не просим марки вина, но в целом крепкий или слабый алкоголь. Потому что разные исследования говорят о том, что россияне с каждым годом все меньше и меньше выпивают именно крепкого алкоголя. Ждем ваших честных признаний. Всемирная организация здравоохранения имеет свои рекомендации. На этот счет как много и как часто нужно выпивать. Обязательно сверим данные чуть позже. А пока присылайте ваши комментарии на номер плюс семь девятьсот двести шесть сорок пять восемь восемь. Работают ватсап и вайбер. А также есть возможность оставить сообщения под трансляцией прямого эфира в социальных сетях. Ну а пока расскажем о борьбе с другими нарушителями общественного порядка. Да уж, хостелы выселяют. Госдума сегодня утвердила закон, по которому мини-гостиницы не смогут располагаться в многоквартирных домах. Больше всего нововведение Рады жильцы, которым приходилось соседствовать с частными отелями. За выступают и риэлторы. Ведь в доме, где располагается хостел, цены на квартиры резко падают до 20%. Как это может отразиться на местном туризме? И куда теперь податься гостям, которые обычно останавливались в небольших гостиницах? Во всех этих вопросах разбиралась Юлия Анашкина. Они ходят по всем квартирам, подряд ломятся, звонят в домофон. От беспокойных соседей покоя жителям нет ни днём, ни ночью. Жалуются из-за хостела на втором этаже, пятиэтажка превратилась в проходной двор. Тут бывают свадьбы, тут бывают и попойки, тут бывают и куревы, и всё на свете. Это раз, во-вторых, откуда мы знаем, кто там приходит? Они все приходят за большими мешками. Хотя они утверждают, что их гости не складывают вот здесь мусор в пакетах, я уверяю вас, что это их мусор, потому что там все вот эти быстрого приготовления, то, что я просто знаю, мои соседи не едят, например. Поэтому, конечно, меня не устраивает. Шумное соседство постоянные жильцы терпят несколько лет. Говорят, не раз просили гостей и руководство мини-гостиницы соблюдать порядок. В хостеле уверяют, что стараются вести себя тихо. Они ведут себя нормально. Веська у нас не пьяет, ничего. Да, единственное было, только давно, конечно, поезжали, то были полетчики, то никто, но они как бы не мешали гостям. Они у нас здесь пьянки, поэтому никто не слышал. Но, похоже, вскоре предпринимателям всё же придётся прислушаться к мнению собственников. Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах. По мнению авторов нового закона, это нарушает права старожилов, санитарные нормы и требования пожарной безопасности. Однако сами коммерсанты уверены, это не выход. Закон грозит обалом рынка. Если закон будет принят, то квартиры посуточно и хостелы, которые находятся в жилых домах, они уйдут в тень либо закроются. Ну и тут уже нужно разговаривать о последствиях. Квартирами посуточно пользуются обычно семьи, которые приезжают в гости к родственникам, например. Они не могут разместиться в гостинице, потому что для них это очень дорого. Если закон подпишет президент, у владельцев домовых гостиниц будет всего год, чтобы перевести их в разряд нежилых помещений. Как это сделать, предприниматели представляют слабо. Говорят, по опыту на это уйдёт куда больше времени. Согласно нормативам жилищного кодекса, переход помещения в нежилое допустим, если под ним никто не проживает. Впрочем, с хостелами этот вопрос, как правило, регулируется изначально. А вот с квартирами, которые арендуются посуточно всё, гораздо сложнее. Ведь сдавая их, собственники обычно не задумываются, кто проживает снизу. И как теперь быть, им непонятно. Из-за нововведений Екатеринбург может лишиться как минимум полутора тысяч квартир для постояльцев и четырёхсот рабочих мест. Игроки этого рынка готовятся к развитию нелегального бизнеса и оттоку туристов. Извините меня, как развивать бюджетный, внутренний туризм, массовый туризм? Как развивать без недорогих мест размещения? Это все детские группы, детский туризм, это всякие группы спортсменов. У людей нет денег просто платить за своих детей в крупные отели, дорогие селиться. Поэтому вместо полного запрета коммерсанты предлагают ввести регулирование. Нужно лишь доработать стандарты систем размещения, которые появились не так давно. Один из вариантов – спустить хостелы на верхних этажах вниз. Юлия Анашкина, Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга. Тем временем горожанам обещают бесплатно заменить стеклопакеты в квартирах. Но не всем. В список счастливчиков попадут лишь жители домов вдоль трёх шумных магистралей Екатеринбурга. В Заречном микрорайоне и на Уралмаше. Так власти хотят сделать жизнь хозяев более тихой. Для жителей установка окон полностью бесплатна. Правда, есть один важный момент. Замена окон производится только на стороне дома, выходящей в сторону проезжей части по улице Готвальда и Донбасской. Для информирования населения на подъездах домов, которые входят в программу, ведётся размещение соответствующих объявлений. Обычные окна на шумозащитные заменят в 25 домах на улицах Готвальда, Черепанова и Донбасской. Чиновники особо подчёркивают, что стеклопакеты заменят лишь на фасаде, стороне, выходящей на проезжую часть. Это делается для того, чтобы соблюсти федеральный закон на санитарном благополучии населения, который гарантирует жителям мегаполисов защиту от чрезмерного шума. Днём уровень не должен превышать 40 дБ, а ночью 30. Для сравнения, громкость автосигнализации составляет до сотни дБ. Откровенный разговор мы сегодня затеяли с телезрителями. Спрашиваем у вас как много, как часто и какие напитки вы предпочитаете выпивать? Зрители откровенные. В основном мужчины. Пока мужчины, женщины тоже присоединяйтесь, хотя женский алкоголизм, говорят, всё-таки неизлечим. Алексей нам пишет. Крепкие каждый день, когда не на работе. И, надеемся, всё-таки вы много и часто работаете. Дмитрий добавляет, бросил пить совсем два года назад. Чувствую себя как никогда хорошо. И даже в компаниях могу обойтись безалкогольными напитками. Мне кажется, хороший пример. И вообще очень много сообщений именно про то, когда люди отказываются. Да, вот в подтверждение твоих слов, Андрей Михайлович, когда-то пил по-чёрному и завязал. 19 лет ни капли из жизни увидел. Люди, не пейте. Всё-таки наши зрители подтверждают статистику, что россияне всё реже начинают выпивать. А вот как раз и женский голос. Выпивать советуют и ради здоровья, для поддержки жизненного тонуса. Кто умеет пить, тот знает толк. Ну вот Лора предпочитает красное вина. Действительно же, всё в меру, как говорится. Вопрос золотой середины. Главное вовремя остановиться. Слава признаётся, пью каждый день, а на селе у каждого в доме самогонный аппарат. Просто класс. Ну, наверное, всё-таки не класс. Ещё зачитаем сообщение. Часто пью пиво, особенно по пятницам, субботам и воскресеньям. Шампанское по праздникам. Ну, Алла Валерьевна намекает, наверное, на то, что крепкие напитки не очень. А вот слабые, в общем-то, и можно по выходным и тонусы ещё. И вот ещё прекрасное сообщение от Натальи. Не пью вообще, чего и вам желаю. Мы ещё принимаем ваши комментарии на номер плюс семь девятьсот двести шесть сорок пять восемь восемь. Обещали озвучить, сколько нам ВОЗ рекомендует выпивать. Обязательно сделаем это чуть позже. А пока мы ненадолго прервёмся. Через минуту-другую о трагической неожиданности на дороге расскажем вам. И учимся спасать деньги. Оставайтесь на нашей стороне. Это главная новость Екатеринбурга. И мы продолжаем выпуск. Два человека погибли в аварии из-за лопнувшего колеса. На Екатеринбургской кольцевой фура потеряла управление и зацепила три машины. Водители-пассажиры одной из легковушек не выжили. По информации автоинспекции, у фуры, которая ехала по Екат со стороны Верхней Пышмы, внезапно взорвалось колесо. Грузовик начала мотать по дороге. Он выехал на встречную полосу по пути, столкнувшись с тремя легковыми автомобилями. После чего улетел в кювет и перевернулся. Ещё до приезда скорой помощи погибли муж и жена. Им было 24 и 23 года. В аварии пострадал и водитель. Тягача он ударился головой и ушиб колено. Ну а мы возвращаемся к одной из самых неоднозначных тем. Сколько вы пьёте и какие напитки? Спрашиваем у вас сегодня. Свои сообщения просим отправлять на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот двести шесть сорок пять восемьдесят восемь. Мне кажется, интересное сообщение прислал Илья. Информация о безобидных дозах алкоголя. Росказни, придуманные винными компаниями. Нет таких доз. Уже все врачи это говорят. Но, наверное, всё-таки в малых количествах, если всё-таки тоже доказано врачами, что там есть полезные вещества, которые способствуют пищеварению и так далее. Но вот Всемирная организация здравоохранения дала добро на то, чтобы здоровый мужчина может без ущерба для здоровья выпивать до 10 литров чистого спирта в год. Женщинам разрешено на треть меньше. И чтобы перевести это в понятные цифры, это получается одна бутылка водки в неделю. Многовато. Многовато? Мне кажется, многовато. Для человека, который не выпивает, многовато. 50 граммов в день. Ну, в общем, да. Анастасия пишет. Спиртное не употребляю совсем никакой. Безопасной дозы нет. И питье в меру – это такой же абсурд, как и сигареты в меру и те же самые наркотики. Я могу такую же аналогию с кофе привести. Тоже ведь давно спорят. Кофе полезный или вредный. Да, то оправдывают, то наоборот. Одни говорят, ни в коем случае одну чашку и не больше. А кто-то говорит, наоборот, это способствует продлеванию жизни. Есть сообщение, похожее на тост от Алексея с алкоголем. Не дружу, но отношения поддерживаю. Потому что, да, иногда компания, атмосфера, обстановка. Екатерина тоже призывает нас вообще не пить. А если выпивать, то только по праздникам. Так все-таки вообще не пить. Или по праздникам. Как только даешь, открываешь вот эту лазейку, то ни к чему хорошему может не принести. Потому что вот у Екатерины как раз родственники не очень хорошо закончили. Оксана признается, что уважает красное вино, но только сухое. И не по 200 рублей с российского юга. Нужно просто выбирать качественные напитки. Их много не выпьешь, потому что дорого. Что верно, то верно. Главное, чтобы не захотелось продолжить. Потом после дорогих напитков. Более дешевые. Да, ну уже догнаться. Да. А ваши комментарии еще ждем на номер. Плюс семь девятьсот двести шесть сорок пять восемь восемь восемь. А мы продолжаем выпуск. Несколько десятков жителей Кольцова вот уже несколько лет не могут дождаться законного жилья, которое они купили на условиях долевого строительства. Бурно начавшаяся стройка резко остановилась, и дольщикам пришлось обивать разные пороги, чтобы деньги вернулись, и стройка возобновилась. Власти вмешались, и теперь у людей появилась надежда на мечту. Пусть не такую красивую, но вполне реальную. В ситуацию вмешался и городской дозор. Юрий Шумков расскажет, на что сегодня может рассчитывать пострадавший дольщик. Обещанных квартир дольщики жилищного комплекса на Ракетной три года ждут. Возведение долгостроя возобновилось только сейчас, после вмешательства областных властей. Правда, от первоначального проекта, с пятью высотками, подземной парковкой и детским садом, сейчас остались лишь три многоэтажки. Их строительство остановилось в 2016-м. У застройщика закончились средства. Дольщики, которые отдали компании последние деньги, остались и без них, и без крыши над головой. Мы ждем свои квартиры годами. Годами мы ждем свои квартиры, за которые отдали деньги. Но квартиры мы так и не получили. Мы не можем жить, как все нормальные люди живут. Живут и радуются жизни. Мы, получается, бомжи с ипотеками. Только в прошлом году их квартирный вопрос начал решаться. Областные власти нашли нового застройщика. Он уже возобновил работу и обещает сдать мегастрадальные дома под ключ через два года. Тем, кто не хочет так долго ждать, предложили взамен квартиры в других новостройках. На обмен согласились 93 человека. Остальным же придется набраться терпения. Зато платить больше ничего не надо. Решение губернатором правительства в области принято о завершении строительства данного объекта за счет средств областного бюджета. И привлечение денежных средств по оставшимся квартирам через заключение договора долевого участия не предусматривается. Помимо дома на Ракетной в области остались еще 9 долгостроев. Их судьбу решат в ближайшее время. В этом году новые подрядчики сдадут новостройку в Первоуральске и еще две в Каменске. В Екатеринбурге площадки вскоре оживут на Шевелево и Новом Уктусе. По масштабному инвестпроекту мы планируем также закрыть вопрос по 265, если не ошибаюсь, гражданам, которые стоят у нас в реестре, обманутые дольщиками. То есть это тоже планируется в течение этого года. А чтобы на их месте не оказались другие свердовчане, в России вскоре заработает новый закон о долевом строительстве. Согласно ему, деньги от покупателей будут аккумулироваться на специальных счетах в банках. И застройщик не сможет расходовать эти средства до момента ввода дома в эксплуатацию. Юрий Шумков, Олег Кузнецов, Городской дозор. Городские чиновники присвоили ученому звание вопреки его воле. Речь идет о советском биологе-генетике Тимофее Вересовском. Его именем назвали остановку в академическом, но к фамилии добавили еще и академический статус. Ошибку заметили сотрудники УРОРАН и попытались ее исправить. Ученые направили письмо в администрацию Екатеринбурга с просьбой не называть Тимофеева Вересовского академиком, поскольку в Советском Союзе он это звание не получал. Ученый был лишь членом Германской академии Леопольдина в 1940 году. Но сам Тимофеев Вересовский при жизни избегал всех официальных званий и старался держаться вне академической системы. Сотрудники Института растений и животных УРОРАН попросили исправить неточность названия остановки, на что получили короткий ответ из мэрии. Комиссия по наименованию топонимических объектов отказалась менять утвержденное название. К другим темам поклонники Джонни Деппа обескуражены неожиданно для всех. Компания Universal разорвала контракт с актером. И это после того, как он был уже утвержден на одну из главных ролей. Сценаристы решили, что главным героем в фильме «Невидимка» станет женщина. Яркие женщины сегодня станут героинями рубрики «Культ просвет», но прежде все-таки о мужской кинопремьере. Кинотеатр «Пассаж Синема» представляет. Премьера фантастического блокбастера одной из самых успешных киностудий мира «Капитан Марвел» на этой неделе в кинотеатрах Екатеринбурга. Впервые главным героем становится женщина, пилот ВВС Кэрол Денверс. Пережив опасные столкновения с инопланетными расами, девушка становится одним из самых сильных супергероев галактики. Но чтобы противостоять захватчикам, ей предстоит совладать с новыми способностями и осознать свою роль в череде опасных событий. Война лишь разгорается. Я пришла не раздувать огонь, а погасить. Яркая эпатажная «Лолита» 8 марта выступит на сцене Дворца Молодежи в рамках своего тура «Мне 55». Женщина без комплексов своими честными и жизненными текстами протоптала дорожку к женским сердцам. В новую программу вошли известные и любимые композиции-исполнительницы. Начало концерта в 19 часов. Несколько дней из жизни сибирской глубинки разыграют 10 марта Александр Панкратов-Черный и Нина Усатова на сцене Дворца Молодежи. Спектакль «Любовь, не картошка, не выбросишь в окошко» насыщен неиссякаемым народным юмором и задором. Однажды в доме коренного сибиряка Тимофея, живущего с женой, взрослой дочерью и матерью, останавливается столичный художник. Привлекательная внешность гостя и его городские манеры становятся причиной ревности ухажера-дочери. Тут-то и начинается наша история. Начало спектакля в 19 часов. В России с каждым годом пьют все меньше. Об этом говорит статистика. Мы можем с ней не соглашаться. Но вот по опросам 40% россиян вообще не употребляют алкоголь. Как часто делаете это вы? Сегодня спрашиваем у телезрителей. Вот что нам пишет Марина. Иногда накатывает такое настроение, что волкам быть хочется, а не то, что выпить. Одно радует, что происходит это нечасто. Марина, держитесь. Что же такое интересное в жизни Мариной происходит? Два-три раза в неделю за ужином два бокала красного вина, разбавленного водой. Такой рецепт предлагает Светлана. Это действительно часто я слышу и вижу, как люди разбавляются водой. А это вкусно? Вино с водой? Я думаю, что нет. Конечно, это суррогат, но это может быть частью диеты. Это я слышал, например, от одной из девушек. Это точно полезно. Сообщение от Таты трагическое. У меня муж умер от алкоголизма, и это очень страшно. Но это точно никому не пожелаешь. Есть те, кто выпивают редко почти каждые выходные, наверное, это считается редко. Ольга тоже тост, можно сказать, предлагает. Да, не пьем, а лечимся. Ну и еще там можно добавлять всякие присказки серии «Уйди, нечистая сила», «Останься чистый спирт». Эльман пишет. Гуляйте, занимайтесь спортом, найдите себе хобби, будьте здоровы и никакого алкоголя. И на этой оптимистичной ноте предлагаю заканчивать нашу часть выпуска новостей. Спасибо, что делали его вместе с нами. На очереди программа «Сумма мнений». Оксана Маклакова со своими гостями будет говорить о безопасности в интернете. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. 272-302. Есть новость? Сообщи новость. Субтитры создавал DimaTorzok